Отмечу, что наш проект был отобран еще два с половиной года назад на первом конкурсе по созданию наноцентров в регионах. В правильности выбора специалисты и ученые убедились в первый день работы, а вот на третий день в центр отправились мы, в частности наш корреспондент Эльмира Заляева, о том, как рождаются высокие технологии в ее репортаже. Мультифункциональный центр трансфера технологий от науки к бизнесу. Это и есть первый в России наноцентр. Но вряд ли обычный человек с легкостью разберет, что скрывается в сути этих увесистых формулировок. На самом деле задача центра вполне понятная. Здесь воплощают в реальность самые смелые мечты и помогают ученым выгодно преподнести и продать свои идеи. Для этих целей организовано два отдела – проектный и исследовательский комплекс. С него и начинается знакомство с уникальным центром. Этот корпус аналитические лаборатории, которые позволяют, по сути дела, выяснить все про те материалы, которые используются в инновационных проектах. На этом этаже, в частности, располагается лаборатория оптических методов анализа, рентгеновских методов анализа, лаборатория физических методов анализа, лаборатория масс-спектрометрии и масс-спектрофотометрии, лаборатория термоанализа, хим-лаборатория и лаборатория хроматографии. В принципе, мы сейчас можем пойти в каждую лабораторию, заглянуть и выяснить, что там происходит. Ну, давайте так и сделаем. Ну, наверное, начнем с хроматографии. С хроматографии, да? Что это за комната? Это лаборатория хроматографии. Здесь представлена жидкостная хроматография, газовая хроматография, ионный хроматограф и система подготовки воды для хроматографии. Это сверхвысокая очистка, которая является транспортным веществом для хроматографии. Вот, в частности, Милипоровская установка делает воду настолько чистой, что она является очень агрессивной. В чем конкретно важно это задача? Ну, как же, мы хотим все, чтобы в реку сливались не отходы предприятия, содержащие страшные вещества, а чтобы вода сливалась в меру чистая. Это можно осуществлять здесь, контроль. В этой комнате по самым маленьким частицам разбирают и анализируют вещества. Можно оценить качество воды или проверить любую жидкость на содержание примеси, а при желании скорректировать состав. Эта лаборатория позволяет осуществлять исследования, направленные на изучение свойств материала при нагреве. Если говорить проще, в этой комнате проверяют, что выделяется при горении. Сейчас специалисты исследуют покрытие для бассейнов. До последней частицы изучают, не опасно ли оно для здоровья человека. В следующей лаборатории масс-спектрометрии и спектрофотометрии. Главное – это мелочи и детали. Сейчас здесь при помощи уникального оборудования изучают кристаллы. Пары этого кристалла мы можем направить в этот прибор. Это масс-спектрометр с индуктивно связанной плазмой, который исследует очень малое содержание некоторых, особенно тяжелых элементов в образце. В результате мы можем определить содержание указанных здесь элементов с точностью вплоть до миллиардных долей. Работа идет уже почти во всех лабораториях. В наноцентр обращаются в основном крупные промышленные предприятия. В этом исследовательском пункте недавно обследовали упаковку. Изучали толщину, тягучесть и прозрачность. Сейчас сотрудничают с КАМАЗом. У них в результате работы происходило разрушение вала. То есть необходимо было найти причину. Соответственно, вот приложив к расположению труда, либо там какие-то нежелательные примеси содержатся в детали, либо в структуре существует микронапряжение, которое как раз способствует разрушению деталей. Но сердцем наноцентра специалисты называют не этот супероснащенный и современный комплекс, а обычные офисы, проектный отдел. Это то, куда приходят люди со своими идеями, со своими проектами, где с ними производится сначала предварительная беседа, то есть узнают, о чем идет вообще речь. Потом эти материалы, в случае, если мы понимаем, что да, он подходящий, то есть это про нас. Мы его даем на экспертизу, это экспертиза научно-техническая, проводим маркетинговую экспертизу, то есть смотрим рынки, потенциальные возможности для роста и коммерциализации этого проекта, и с этого все начинается. В обычных конференц-залах обсуждают идеи ученых и выясняют, есть ли расчетом на бумаге место в реальной жизни, и если да, то как их можно воплотить. Сейчас этот отдел, как и сам центр, в целом только начинает работу. Главная цель к концу года – собрать как минимум 100 новых проектов. Эльмира Заляева, Равкадзиадинов, Вести, Татарстан.